Это случилось в 1943 году в Омске, когда мне было 11 лет. Наша земля жила в Омске в эвакуации, и все это произошло буквально на глазах моей матери. Перед входом на рынок обычно сидела нищенка, сидела низко, опустила голову. Трое ее маленьких детей бегали по рынку, попрошайничали, а все, что их давали, кусочек хлеба, картофелина, луковицу, они уносили матери. И та делила добычу на три части и вновь продолжала сидеть с низко опущенной головой. А во время войны в Омске было много госпиталей, и раненых в их синих больничных халатах можно было встретить повсюду. И вот однажды группа раненых летчиков подошла к рынку. Увидев нищенку и бегающих около нее детей, один из них сказал, ребята, а давайте дадим ей тридцатку. Не знаю, пусть детям было, как говорят. А тридцатка была довольно крупная, сонка. И летчик опустила красную купюру, она как женщина, от неожиданности так подняла голову и вдруг как закричит. Как закричит. Это оказался ее муж. Вы можете себе представить, как, спасаясь от немецкой оккупации, возможно, без денег, без документов, она вот так вот с детьми на руках скидалась, бедствовала, пока в конце концов не оказалась в Сибири, в этом Омске, где тоже никакой помощи не получила. Она ничего не знала о муже. Муж ничего не знал о своей семье. И вот такая неожиданная встреча. Мама рассказывала, летчик так кричал. Летчик так ругался на местное начальство. Ничего, ничего не сделавшая для попавшей в беду жены красного командира. И вот, забрав женщину и детей, ранено ушли. И больше эту семью на рынке никто никогда не видел. А я тогда в 11 лет поняла, как добрый, от сердца идущий поступок может взять и восстановить расколотую жизнь. Может подотвратить беду. Музыка. 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 Прошел гордо через толпу верующих к выходу. Музыка. Музыка. И вдруг что-то стало так тоскливо заднеть в душе. Музыка. 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 И на меня из ведра, словно из ведра посыпались воспоминания. В первую очередь вспомнилась сторожка из соседнего подъезда, как я не помог ей донести тяжелую сонку. Она и вправду не просила меня об этом, но я-то видел, что она нуждается в помощи. И я прошел имя. Мы часто говорим, что семья – это малая церковь. Это правда. В семье можно ощутить и прожить те связи, которые есть у человека с Богом. Моя дочка едва родилась, как сразу попала в реанимацию. Я нашел туда вместе с дежурным врачом. Молодая женщина обстоятельно объясняла мне что-то про симптомы, про диагноз, как будто отмечала в реанимацию. А мне надо было понять только одно. Вот то, что сейчас происходит с моей дочкой – это страшно или нет? Вот, судя по словам врача, особого повода для тревоги вроде как не было. Поэтому, когда я на следующий день прилетел в роддом, тоже просил обеспеченность, просил у другого врача, который сменил дежурного. Скажите, говоря, вот уж кустой, что это серьезно? Думаю, вот уточню еще раз на всякий случай. А дочка смотрела в меня строго и жестко отрезала. Вы видите, здесь написана реанимация. Как вы думаете, это серьезно? Я никогда в жизни не молился так, как в эти дни. Я молился о человеке, которого я в сущности едва не мог на тот момент назвать близким или любимым. Нет, я ведь его даже еще не знал. Я ведь еще толком не видел его. А то, что видел, было просто маленьким-маленьким сморщенным дельцем с присоединенными к нему иголочками, трубочками. Я часто слышал слова «Лучше бы заболел я, а не мой ребенок». Я слышал, но раньше не мог этого понять и почувствовать. А тут вот впервые отчетливо понял «Лучше бы я, а я». Это я готов вбредить с температурой подсора. Я готов лежать на операционном столе. Я готов на все, что угодно, лишь бы моя дочь была здорова. Я готов. И вот в такие моменты для тебя оживает евангельская история. История Бога. История взаимоотношений отца и сына. Отца и детей. В такие страшные минуты ты ведь молишься не кому-то там вообще, чтобы все было хорошо. Нет. Ты молишься именно и только ему. Ты молишься. Ты хочешь. Ты требуешь. Ты мечтаешь. Порвешься. И ты по-настоящему готов лечь за своего ребенка хоть под капельницом, хоть под ножом, что угодно. И вы понимаете, ведь Христос, он именно это не сделал. И поэтому в таких переживаниях ты хотя бы мысленно, хотя бы душевно, хотя бы эмоционально воплощаешь то, что Христос воплодил в реальности для всех нас. И это не может не делать человека ближе к Богу, хочешь ты того или нет, даже если сам этого не понимаешь. Мы часто говорим, что семья – это молодцы. Так и есть. Но темно в семье чаще всего можно прочувствовать и прожить нашу настоящую связь с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok